Добрый вечер, уважаемые коллеги, организаторы. Очень приятно находиться в сегодняшней атмосфере. Ну, после Лидии Валентиновны, конечно, очень сложно говорить, потому что она озвучила практически то, что я хотела сказать. Все наболевшее, и все наши чаяния, и все наши пути решения. Ну, я вас приветствую с берегов Байкала, Республика Бурятия, государственные учреждения, бурятский, республиканский, клинический, онкологический диспансер в лице главного врача Александра Петровича Пиринова. Я непосредственно исполнитель регистра Екатерина Шухоева, заместитель главного врача по оргметод-вопросам. Но здесь вот я картинку поставила. Это ситуационный план нашего диспансера. Хотя это наше будущее, но на сегодняшний день могу сказать, что на самом деле он уже в таком виде. Единственная проблема, что новый диагностический корпус, в лице, значит, это хирургический корпус, поликлиника, на сегодняшний день заморожены. И единственный объект, из которого планировался, это... Я не показываю, да, к сожалению. Я хотела показать. А, показать? Ага. Подошли. Вот это, вот это, да? Да. Значит, здесь вот комплекс. На сегодняшний день... Это старый диспансер, здание, будем говорить, 64-го года. Ну, типовое здание, да? Это два корпуса. И на сегодняшний день, вот из-за того, что новый центр работает, центр комфортно-лучевой терапии, мы успели его запустить с двумя линейными ускорителями. Но это наше современное состояние. К сожалению, вот эти корпуса заморожены. И когда они будут, не знаю, в общем, введены, сегодня вопрос решается. Наш диспансер на 120 коек, ну, фактически, он сегодня 185. Поэтому новый хирургический корпус на 150 коек, конечно, для вас очень актуален. Основная проблема – это нехватка помещений на сегодняшний день диспансеры. Мы оснащены достаточно оборудованием. Ну, и далее, наверное, о наших... Так, как? Ну, в другой шору. Туда. Когда вы... Так, теперь сюда. Еще от назад. Не работает. Так. Значит, уважаемые коллеги, здесь вы видите карту нашего региона, Республика Варятия. Особенность нашего региона заключается в том, что это отдаленность от центра, самой отдаленной территории – это 800 километров. Ну, понятно, какие проблемы, да? Значит, мы граничим с нашими соседями – это Иркутская область, Республика Тыва, Забайкальский край. И вот откуда у нас родом тувшин – это Монголия. Ну, поэтому, судя по тому, как проблема заключается в том, что многие наши больные, гораздо проще, наверное, приехать в Иркутскую область для получения помощи, да? Поскольку вот эта точка, вот Нижнеангарская, так, к всему, им ближе, конечно, обратиться за помощью в Иркутскую область. И здесь это западная точка тоже. И ближе к югу и к востоку – это Забайкальский край. Поэтому нам приходится очень активно сотрудничать с нашими коллегами из Иркутской области, Забайкальского края. И очень приятно, что мы очень тесно сотрудничаем с нашими коллегами из Томского НИИ онкологии. И вот сегодня, теперь, благодаря нашему совместному, так сказать, проекту, в котором сегодня мы принимаем участие, мы очень активно будем сотрудничать с коллегами из других регионов. Поэтому это очень приятно. И хотела выразить свою благодарность в этом плане организаторам сегодняшнего мероприятия. На данной карте показаны, значит, у нас один диспансер и на сегодняшний день первичный онкологический кабинет в 10 медицинских организациях. Всего у нас 21 район сельский в городе Лан-Удэ представлен 6 поликлиниками. Но, к сожалению, в городе Лан-Удэ только один онкокабинет. Но, тем не менее, у нас везде имеются ответственные за онкослужбу. В перспективе мы должны, в общем-то, открыть везде онкокабинеты. А фактически они существуют. Просто 10 онкокабинетов, в которых имеются сертифицированные кадры онкологии. Значит, местность, которую охватывает население нашей республики, составляет на 973-860 человек. То есть, ну, чуть меньше миллиона. Практически, вот я прослушившись в Лидию Венеминовну, у нас похожие территории по протяженности, значит, по населению, по плотности. Примерно то же самое. Четыре города. Город Лан-Удэ – это столица республики Кахта, Бабушкино-Закаменск. И сельский район – это 21 район. Ну, здесь население показано какое. Ну, источники регистрации те же самые. Я не буду повторяться, отнимать время. Единственное, скажу, что у нас были проблемы, действительно, в доступе к информации по смертности. На сегодняшний день эта проблема решена, потому что находится вопрос о смертности онкологической на контроле у главы нашей республики. Поэтому, конечно, в этом плане нам эта помощь. На сегодняшний день имеется соглашение между правительством нашей республики, территориальным отделом Росстатистики, Госстатистики и Минздравом республики. Да, я забыла самое главное, что программный продукт, который мы используем – это канцерегистр шестой версии, разработчик НИИ онкологии Герцена. Поэтому большое спасибо, потому что мы постоянно тоже контактируем. Ольга Петровна лично познакомилась, хотя мы общаемся всегда по телефону. Ведущие локализации стандартизованные, я не сразу поняла, как нужно было представить, но здесь не хватает женского и мужского населения, хотя эти данные, конечно, есть. Вот вы видите, да, я не буду озвучивать, какие локализации, в общем-то, ведущие. Какие основные проблемы? Здесь хотелось бы, конечно, остановиться. Проблемы, конечно, достаточно общие, такие же, как у всех. У нас и страдает учет, поскольку у нас нет своей онкоурологии, онкогематологии, нейроонкологии. Поэтому в этом вопросе есть проблема, но мы стараемся, мы находим контакты и работаем над этим вопросом. Большая миграция населения тоже имеет большое значение, потому что республика своеобразная, миграция внутри населения, это тоже приносит определенные трудности. Основная часть населения стремится в город, имея прописку, значит, в районе, поэтому тоже осложняет эти моменты, хотя мы стараемся все эти, догнать все данные. Тем не менее, бывают моменты, когда мы пускаем, конечно. Несовершенство регионального нашего МИС заключается в том, что два года мы внедряли региональный МИС на территорию республики Бурятия, но, к сожалению, разработчик не захотел внести те коррективы, которые мы ему давали. И мы, в общем-то, наш МИАЦ снял, вернее, до конца года мы работаем в этой программе, и со следующего года приступаем просто к новой программе. Значит, дефицит квалифицированных кадров, конечно, вот то, что Валентина сказала, это и у нас проблемы, но мы все равно обучаем кадры. Другой вопрос, что статистика – это такая наука, которая не каждый может, наверное, работать. Очень большое количество проходит через нас, мы их обучаем, но, к сожалению, они у нас не задерживаются. Значит, проблемы с соблюдением требований информационной безопасности тоже на сегодняшний день актуальная проблема. Я думаю, что вы тоже с этим столкнулись. У нас в республике достаточно жестко к этому подходят, и мы испытываем определенные трудности в некоторых аспектах, в частности, поскольку у нас сегодня нет помещений, нехватка помещений, это одна из данных проблем. Значит, несовершенство имеющейся нормативной базы – тоже существенный момент. Я думаю, что то, что говорила Ольга Петровна, и я тоже продолжение этого, просто упоминаю этот момент. Значит, предоставление оперативной различной информации, вышестоящие органы, в частности МИЗДРАВ, МИАЦ – это тоже очень большая затрата времени. Я не сказала, что у меня в оргметоде работают всего на сегодняшний день два врача. Не потому, что, в общем-то, наверное, проблема в том, что мы не можем обеспечить, просто на самом деле идет отсев кадров. То есть люди приходят и долго не задерживаются. Ну, решение я вижу, конечно, в чем? Во-первых, это постоянный контроль, что мы, в общем-то, и делаем, но его надо продолжать постоянно, да? Совершенство нормативной базы, и государственные статочеты все-таки необходимо, наверное, вводить. И я услышала это от Ольги Петровны, потому что я поняла, что это очень важный момент. И непрерывное обучение кадров. Вот те основные моменты, которые, наверное, являются для нас базовыми и позволят решить многие проблемы. Но я хотела бы, знаете, просто обратиться к вам и всех поблагодарить за ту атмосферу дружную, которую создали организаторы нашего курсов, да? Почему? Потому что эта проблема назревала, и как-то она вовремя, наверное, возникла. И вот решение ее, да? Потому что буквально я думала, что надо пройти обучение. Как раз в этот момент поступило такое предложение. Но мы здесь обсудили с федеральным НИИ информатизации, что они будут обучать нас. То есть параллельно обучаясь, мы решили некоторые проблемы. То есть все проблемы решить, конечно, невозможно, но суть в том, что поступательно, двигаясь вперед, мы постепенно решаем эти проблемы. Спасибо большое. Есть вопросы? Так, к микрофону. Спасибо за ваш доклад. Скажите, пожалуйста, вы в какой форме имеете доступ к данным об умерших? Ну, вы знаете, у нас есть приказ Мездрава, и сегодня еще раз повторяю соглашение, то есть мы территориальный отдел статистики приходим, честно говоря, работаем. В электронном формате пока нет, но это... Вы со свидетельствами о смерти работаете? Вот такой вопрос. В свидетельствах о смерти там две строки, да? Основное заболевание и сопутствующее. Есть вероятность, может быть, не очень большая, что злокачественное заболевание не попадет в причины смерти. Что вы делаете с этими пациентами? Я поняла этот ваш вопрос, но вот с учетом того, что данный вопрос стоит на контроле, да, у нашего главы, поэтому Мездрав подошел к этому очень оперативно и очень строго. В течение двух лет мы проверяли наши медицинские учреждения, учили, как правильно декодировать. Конечно, я не говорю, что 100% на сегодняшний день все это сделано, но тем не менее эта работа проводится для того, чтобы на самом деле то, что вы говорите, эту проблему решить. Ну, а с потеряшками-то как вы, так сказать, поступаете? Сверки делаете, да? Естественно. Я забыла сказать, что сверка у нас ежемесячная. Хотя есть проблемы, я не скрываю на самом деле. Проблемы, может быть, везде, это не значит, что вы не делаете вашу работу, это самое главное знать, где проблемы и как это корректируют, да, и знать, как это делать. Ну, я бесконечно благодарна своим предшествующим коллегам. Почему? Потому что они проделали огромную работу. Я в диспансерии новый человек совершенно. Я по специальности эпидемиолог, поэтому, конечно, для меня тоже определенные трудности представляли. Но тем не менее я очень довольна и я очень рада, что я работаю в этой системе. Большое спасибо.